Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается мини-клок. Также можно встретить название Magic Clock 3 или часы Рубика. Я назвал его Mini Clock, потому что есть стандартный клок. Это Magic Clock 4 или классические часы Рубика. А также есть Mega Clock или Magic Clock 5. Здесь циферблатов гораздо больше. На стандартной версии циферблатов 9, на версии мини всего 6. Если вы умеете собирать стандартные часы Рубика, то с этой голомкой вы обязательно справитесь. Это видео для тех, кто еще не знаком с подобным механизмом и только начинает осваивать часы Рубика. Можно обратить внимание, что помимо циферблатов здесь есть три кнопки, а также есть шестеренки, которые позволяют вращать циферблаты. Кнопки переключают режимы вращения. Можно вращать всего пару циферблатов. Можно больше. И можно вращать все. Цель сборки поставить все стрелочки на 12 часов. Они отмечены желтым кружком в верхней части каждого циферблата. Но сделать это нужно с двух сторон. Со светлой и с темной. С какой начинать сборку, неважно. Чтобы перемешать мини-клок, мы поочередно поднимаем разные кнопочки и вращаем шестеренки. Если поднять одновременно все кнопки, то будут вращаться все циферблаты. Если только одну поднять, то будут вращаться три циферблата рядом с этой кнопкой. То же самое с другой стороны. Все кнопки опущены. Вращаем шестеренку. Вращаются только вот эти. Раз, два, три циферблата. Только те, которые совмещены с шестеренками. Шестеренка одна, вторая, третья. Если мы поднимаем кнопку, то вращаются три. Эти не вращаются. В обычном клоке сначала собирается крест с двух сторон, а потом угловые циферблаты. Здесь рисунок на крест не очень похож, но для определенности будем называть это так же. Стандартное положение, когда 12 находится сверху. Можно собирать и с других позиций. Но на начальном этапе лучше так. Возьмем клок так, чтобы 12 было сверху. И опустим все кнопочки. Если кнопочка не опускается, эти опустились, а это не хочет, то можно пошевелить шестеренку, которая рядом с этой кнопкой, и она опустится. В этом положении одна шестеренка находится сверху и две по бокам. Циферблаты, которые совмещены с шестеренками, будем называть угловыми. А три оставшихся циферблата, это будет крест. Он, конечно, треугольный, но название перешло из стандартной модели. Наша цель сначала правильно расположить вот эти три циферблата. Для этого мы поднимаем правую нижнюю кнопку и вращаем шестеренку рядом с этой кнопкой. Вращаем до тех пор, пока стрелка вот эта не совместится вот с этой. То есть пока они не будут показывать один и тот же час. Здесь стрелка направлена на 5 часов. Этот циферблат выставляем так же. Главное одно и то же направление. После чего опускаем кнопку, которую поднимали, но поднимаем верхнюю. И вращаем до тех пор верхнюю шестеренку, пока две вот эти стрелки не совместятся с нижней. Вот они показывают три циферблата одно и то же время. Теперь мы вновь поднимаем правую нижнюю кнопку. У нас одновременно подняты две. И вращаем либо верхнюю, либо правую шестеренку, какую удобнее, до тех пор, пока эти три стрелки не покажут на 12. Вот первый этап готов. Мы собрали крест на первой грани. Я начал сборку со светлой стороны, но можно было начать и с другой. После того, как мы собрали крест с одной стороны, мы перехватываем клок вот так. И делаем то же самое на второй стороне. Если вы все делали так же, как я показывал, то правая нижняя кнопка будет уже поднята. А эти две опущены. А значит, можно сразу вращать вот эту шестеренку до тех пор, пока эта стрелка не совместится с этой. Если кнопка по каким-то причинам опущена, либо вы подняли все на предыдущем этапе, либо при перевороте вы случайно на нее нажали, то нужно проверить, что вот эти две опущены, и поднять вот эту, если она не находится в поднятом положении. Вращаем шестеренку. И проверяем, что вот эта стрелка с этой показывает одно и то же время. Опускаем правую нижнюю, поднимаем верхнюю. И вращаем до тех пор, пока две верхних не совместятся с нижней. Но сейчас они уже совместились. Допустим, что так не было. Показывали не такое время. Вращаем верхнюю. И совмещаются. Далее поднимаем правую нижнюю кнопку. И вращаем, пока они все три не покажут на 12. После этого можно поднять все три кнопки. Убедиться, что они подняты. У нас собран крест на каждой стороне. И нам осталось собрать угловые циферблаты. Для этого проверяем еще раз, что все кнопки подняты. И сначала опускаем верхнюю. Две нижние подняты, а верхняя опущена. И мы вращаем любую шестеренку, кроме верхней, до тех пор, пока стрелки креста не совпадут по направлению с верхней шестеренкой. С той, где опущена кнопка. Я буду вращать вот эту. Смотрим. Три вот этих стрелки совпадают по направлению вот с этой. Могут быть незначительные отклонения, но это несовершенство механизма. Главное, чтобы показывали один и тот же час. Добившись совпадения, мы поднимаем верхнюю кнопку и опускаем, к примеру, правую. И вращаем любую шестеренку, кроме правой. Я буду вращать верхнюю до тех пор, пока стрелки креста не совпадут со стрелкой вот этого циферблата. Достаточно сделать небольшое движение. Поднимаем кнопку, опускаем следующую. Вращаем любую шестеренку, кроме левой, до тех пор, пока все стрелки не совпадут вот с этой. Получаем, что все шесть стрелок показывают одно и то же время. Поднимаем все кнопки и, вращая любую шестеренку, поворачиваем на 12. Клок собран. Если мы не совершали ошибок, то будет собрана и вторая сторона. Смотрим. Действительно, все на месте. Я показал самый начальный способ решения. При желании можно некоторые шаги оптимизировать и не делать некоторые лишние движения. Для закрепления я покажу два примера сборки. Сначала простым способом, потом с небольшим просчетом. Располагаем клок так, чтобы 12 было сверху. Можем сначала опустить все кнопки, потом поднять правую и нижнюю. Вращаем правую шестеренку до тех пор, пока вот этот циферблат не совпадет вот с этим. Совпали. Опускаем. Поднимаем верхнюю кнопку и вращаем верхнюю шестеренку. Неважно в какую сторону, главное, чтобы совпали. Получаем три циферблата, направленные в одну сторону. Поднимаем правую и нижнюю кнопку вместе с верхней и вращаем так, чтобы крест был направлен на 12. Перехватываем. Правая и нижняя уже поднята. Удостоверяемся в этом. Эти две опущены. Вращаем правую и нижнюю шестеренку. Вот эти две стрелки совпадают. Опускаем. Поднимаем верхнюю. Теперь совпадают вот эти три. Поднимаем правую. Вращаем. Три стрелки на 12. Поднимаем эту кнопку. Опускаем верхнюю. Вращаем другую шестеренку. Пока стрелки креста не совпадут с угловым циферблатом. Поднимаем. Опускаем здесь. Вращаем верхнюю шестеренку. Пока не совпадет вот здесь. Поднимаем. Опускаем здесь. Вращаем. И теперь все шесть стрелок показывают одно и то же время. Поднимаем все кнопки. Вращаем любую шестеренку на 12. Проверяем, что с обратной стороны все собрано. Да. Здесь на 12. Все стрелки показывают одно время. Мини-клок собран. Второй пример. Здесь я буду немного оптимизировать движение. Начало такое же. Все кнопки опущены. Поднимаем правую. Вращаем. Пока этот циферблат не совпадет с этим. Совпали. Опускаем. Поднимаем. Ну, в данном случае уже совпадало. Сделаем совпадение. Поднимаем правую. И выводим на 12. Пока все так же. Перехватываем. Тут мы уже точно помним, что вот эта кнопка будет поднята, так как она была опущена на противоположной стороне. Вращаем сразу шестеренку. Совпали. Опускаем. Поднимаем. Вращаем здесь. И вот первая оптимизация. Мы теперь вот этот крест, который направлен в одну сторону, не будем просто поворачивать на 12. Это движение лишнее. Без него можно обойтись. Также мы не будем поднимать вот эту кнопку, так как можно начать сборку с этого угла. Мы просто поднимем правую кнопку, чтобы были подняты две. И стрелки креста будем совмещать сразу вот с этим угловым циферблатом. Вращаем. Вот так. И уже 4 совпадают. Поднимаем. Опускаем здесь. Вращаем. 5 совпадают. Поднимаем. Опускаем здесь. Уже все 6 совпадают. Ну и поднимаем все 3. Все стрелки на 12. И здесь тоже. Пусть ускорения небольшие, но собирать можно чуть быстрее. В любом случае, головоломка не сложная. Собирается интуитивно. Главное разобраться с механизмом. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok